всем привет друзья всем привет здравствуйте друзья мне должно быть ежевидное в фейсбуке и в инстаграме привет пишите как меня видно и слышно видео идет с небольшой задержкой поэтому я буду видеть ваши отзывы буквально через несколько секунд привет ольга рада видеть близких людей друзей все супер видно и слышно хорошо видно прекрасно добрый вечер а я только хотела сказать доброе утро друзья потому что у меня 7 утра да я веду свою трансляцию с ванкувера и меня очень заводит это часовая разница видно слышно хорошо спасибо никогда не читала лекции в 7 утра поэтому для меня целое приключение сегодня хорошо ребята пишут видно и слышно скажите в инстаграме верить видео вертикально видно нормально или мне развернуть телефон и что все машут отлично отлично присоединяйтесь друзья привет катюша привет очень рада видеть знакомых людей и незнакомых всех рада видеть хорошо буквально секундочку еще может минуту подождем пока все присоединятся и начнем нашу лекцию видно и слышно отлично хорошо друзья я буду стараться уследить и за инстаграмом и за фейсбуком ближе ко мне экран фейсбуке если вдруг я не увижу какой-то ваш вопрос в инстаграме пожалуйста продублируйте его сюда здесь больше шансов что я за этим экраном слежу да доброе утро мне добрый вечер вам друзья доброго времени суток расстояние для нас не что хорошо давайте понемножку начинать я вначале представлюсь пару слов расскажу о себе для тех кто меня не знает меня зовут евгения чернобай я инструктор украинской федерации йоги также инструктор международной группы йога без границ йоги без границ также я профессиональный сексолог и много лет веду тренинги по развитию сексуальности много лет изучаю эту тему веду частное консультирование и несколько лет назад перед тем как переехать в канаду мы с моим с моей любимой партнершей юлей зенченко начали этот проект также с командой единомышленников запустили проект цех простер в котором задачи которого скажем так было какие задачи мы перед собой ставили мы хотели собрать как можно больше специалистов в сфере секса сексуальной психологии сексуального поведения и делиться с людьми полезной информации для того чтобы люди могли улучшить свою сексуальную жизнь улучшить сексуальное общение с тем с теми кто им нравится чтобы сделать нашу жизнь лучше этот аспект нашей жизни скажем так ну и собственно сейчас проект экспростер продолжает собирать специалистов лекторов на разные темы я очень рада что наше дело живет потому что все-таки тема секса она скажем так менее менее исследована чем другие аспекты нашей жизни меньше всевозможных вариантов образования обучения меньше возможности как разобраться в этой теме как научиться общаться с людьми которые вас привлекают так чтобы всем было хорошо в основном никто этому не учит да то есть люди как бы должны как-то догадаться сами разобраться с опытом но он даже через много лет попыток проб и ошибок не всегда человек делает правильные выводы не всегда получает разобраться и конечно хочется чтобы у людей это сфера жизни было прекрасным украшением нашей жизни до наполняла нас приятными переживаниями эмоциями поэтому вот мы будем с вами делиться той информацией которую мы собрали на протяжении многих лет изучая эту тему работая с людьми практикуя обучая и так далее и сегодня будет сегодня будет тема соблазнение флирт поговорим немножко на эту тему это моя одна из любимых тем потому что лично я сама очень люблю флиртовать соблазнять люблю когда соблазняют меня для меня это полноценный отдельный вид переживания который если есть в жизни я счастлива если его в жизни нет мне становится скучно и не только думаю для меня для многих людей конечно соблазнение флирт это важная часть нашей жизни но перед тем как начать лекцию я хотела бы уточнить что мы будем иметь ввиду под соблазнением под флиртом потому что слово соблазнение она в нашей культуре современной наполнена неоднозначным позитивным смыслом скажем так то есть часто когда люди говорят я соблазнял или соблазнял или хочу соблазнить имеется в виду или предполагается такая возможность что человек хочет проманипулировать другим то есть он хочет привлечь к себе внимание он хочет понравиться но преследуя какие-то скрытые мотивы и цели предположительно соблазняя для того чтобы потом что-то получить от человека что-то заставить его сделать что нужно только вам не нужно ему конечно мы не о таком соблазнение будем сегодня говорить но и всякие курсы соблазни миллионера соблазни мужчину который порешает все твои проблемы наверное эти курсы тоже совсем о другом мы будем говорить о соблазнении целью которого является вызвать к себе взаимное влечение взаимный интерес того человека который нравится вам это очень важно то есть мы не используем соблазнение как инструмент по крайней мере мы стараемся потому что если мы пытаемся с помощью своей привлекательности решить какие-то другие свои проблемы то это уже будет совсем другой вид общения между людьми не сексуального общения а скорее всего это будет такой вид делового общения какие-то сделки до человек пытается что-то выменять на что-то нас же интересует в первую очередь сексуальное общение ради удовольствия между людьми и все мы хотим быть желанными все мы хотим нравиться другим людям и все мы хотим если нам нравится кто-то все мы хотим нравится в ответ да мы хотим чтобы человек тоже испытывал к нам взаимное влечение интерес взаимную страсть если это страсть нашей стороны влюбленность если мы влюблены любые чувства мы хотим чувствовать тоже в ответ и вот как общаться не обязательно с противоположным полом да как общаться с теми людьми которые нас привлекают сексуально так чтобы им нравится вот об этом мы сегодня будем говорить поэтому в нашем понимании соблазнение это и флирт наверное да это вид сексуального общения в котором мы хотим понравиться другому человеку изначально предполагаем что этот человек нравится нам и так что на что хотелось бы обратить сегодня внимание что очень важно этот процесс этот вид общения как и любой другой вид общения конечно протекает гораздо приятнее гораздо эффективнее если мы осознанно если мы делаем не просто что-то спонтанно не задумываясь не актуализирует чего нам хочется что мы чувствуем что чувствует другой человек есть большие шансы что мы наделаем каких-то ошибок потому что очень часто когда человек испытывает влечение он может быть менее склонен оценивать ситуацию принимать какие-то правильные решения размышлять думать часто эмоции могут зашкаливать тогда вообще сложно мыслить рационально или можно сказать не то чтобы рационально но как минимум эффективно принимать какие-то эффективные решения как вести себя как что делать чего не делать и так далее то есть наша задача с вами вот наверное это будет на такое первое правило первые первая подсказка которую я бы хотела сегодня дать когда нам кто-то понравился наша задача мы начинаем скажем так процесс исследования себя и процесс исследования того человека который нам понравился процесс исследования такой позитивный скажем так то есть что значит процесс исследования себя когда нам кто-то нравится важно актуализировать что вы чувствуете к этому человеку чего вам хочется какого хочется общения чем лучше вы понимаете чего хочется тем больше шансов что вы будете идти именно к своему желанию и получите как раз тот то общение которого хотелось если вам нравится человек опять же наше желание наша симпатия к человеку наше влечение к человеку если чем нравится как сексуальный объект то что мы можем испытывать к человеку спектр этих переживаний огромный на самом деле но к сожалению в нашем языке нет слов которые бы описали все что мы можем чувствовать к человеку то есть мы можем только понимать что происходит внутри нас не называя это но хотя бы прислушиваясь к себе причувствовать потому что один человек нам может быть просто симпатичен как сексуальный объект и нам хочется к примеру приятно его видеть хочется флиртовать с человеком и все больше ничего не хочется дальше флиртайте не хочется скажем так и это нормально то есть этот вид общения вот вы с ним флиртуете вы получаете удовольствие и вы счастливы и допустим если вы приятно общаетесь с человеком ему приятно приятен ваш флирт он тоже получает удовольствие такого общения. Вы можете, вам человек может нравиться, вы понимаете, что не только хочется с ним больше видеться. Тогда вы начинаете общаться с этим человеком, и вы как-то пробуете ему понравиться так, чтобы ему тоже захотелось с вами увидеться, пойти на свидание, к примеру, захотелось видеться чаще. А на кого-то вы смотрите, вы понимаете, что вы изнемогаете от страсти, вы хотите заниматься сексом с этим человеком. Вы пытаетесь, вы хотите соблазнить этого человека, вы хотите, чтобы он тоже хотел вас точно так же в ответ. И тогда у вас есть возможность пережить с ним какие-то переживания приятные в процессе секса, заняться сексом. Может, вы смотрите на человека, он вам нравится как сексуальный объект, и вы понимаете, что, о боже, я хочу детей с этим человеком. Это тоже желание, оно тоже сексуальное. Или вы смотрите на человека, и вы понимаете, что я хочу с этим человеком жить, не знаю, до конца жизни, вы понимаете, что хорошо, осознали свои желания, и вы знаете, чего вам хочется, и на что соблазнять человека. Опять же таки, под соблазнением мы подразумеваем не что-то негативное, не развести человека, а сделать так, чтобы человеку захотелось того же, чего и вам, и тогда вы сможете реализовать это желание. Итак, первый вопрос, который мы себе задаем, когда нам кто-то нравится, что мы чувствуем к этому человеку, и какого общения хочется на данный момент. Может быть, вам хочется с человеком, знаете, как прислушаться, принюхаться, то есть вы с человеком начинаете встречаться, приглашаете его пообщаться, приглашаете куда-то сходить, приглашаете встретиться, и вы еще не знаете, как дальше пойдет дело, да, вы в процессе познания этого человека, в процессе принюхивания, как говорят иногда, попробовали чуть-чуть друг друга на вкус, и это тоже, вот этот процесс пробования на вкус, он тоже должен приносить удовольствие. И вообще, что я хотела сказать как бы отдельно, еще по поводу, вернемся сейчас к тому, что делать, на что обращать внимание, забыла, хотела сказать в самом начале, что очень важно для меня, мне кажется, тоже важно иметь такой взгляд на процесс соблазнения, на процесс флирта, очень приятно, если вы, знаете, как не западаете ни на какие цели. Процесс флирта, процесс соблазнения – это, знаете, как самодостаточное удовольствие. И очень часто это удовольствие, оно настолько приятное, оно настолько, настолько глубокие переживания, настолько интимные, настолько трепетные, настолько яркие, возбуждающие, что зачастую процесс соблазнения бывает даже ярче потом сексуального периода, периода, когда люди начинают заниматься сексом. И, конечно, хорошо, если люди умеют наслаждаться этим процессом. И я всем желаю, чтобы вы научились к этому относиться легко, непринужденно, и, знаете, как, учитесь получать удовольствие в процессе. Вот такая была мысль изначальная. Итак, если мы настроены на то, что мы не преследуем никакую цель, мы не пытаемся обязательно дойти до какой-то, добиться какого-то результата, получить секс, почему-то все западают на секс, 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 должен быть секс. Лучше концентрироваться на процессе, лучше пробовать общаться с человеком так, чтобы запомнился процесс, чтобы после процесса вы пришли домой, процесса соблазнения, флирта, процесса такого общения, вы пришли домой наполненным. И вы вспоминали этот процесс, и он вас возбуждал, и наполнял, и давал какие-то переживания, оставил в вашей душе, скажем так, какие-то приятные переживания. Итак, если у нас есть такое отношение к флирту и соблазнению, легкое, непринужденное, мы рассматриваем это как отдельный вид удовольствия. Если вам кто-то понравился, это прекрасно, это значит, что вы сейчас начнете с этим человеком, ну, может, не прямо сейчас, да, а когда вы готовы, вы начнете игру, эту приятную, прекрасную игру флирта и соблазнения. И вот, когда мы начинаем эту игру, когда мы начинаем такое общение, как я уже сказала вначале, очень важно прислушаться к себе, задать себе вопрос, что я чувствую к этому человеку, чего мне на данный момент хочется с этим человеком. Очень важно не пытаться сделать больше, чем хочется на данный момент. Допустим, вы испытываете к человеку интерес, симпатию, но вы еще не испытываете возбуждение. И будет, конечно, ошибка попытаться сразу заняться сексом, если люди еще не умирают от страсти и похоти, да, они еще находятся в процессе вот такого принюхивания, изучения друг друга. Это приятный, отдельный сам по себе процесс. И если в этой ситуации профорсировать события, поспешить и сразу попробовать перейти в постель, то может, натяжение может пропасть, да, и людям даже после такого секса перехочется встречаться, видеться, потому что на самом деле хотелось на этот момент, хотелось другого общения какого-то, да. И чем осознаннее вы, чем лучше вы понимаете, чего вам хочется на данный момент, тем, соответственно, больше шансов, что вы как раз так и будете общаться, как душа желает именно на данный период времени. Хорошо, что еще важно понимать, помимо того, что вы прислушиваетесь к себе, настолько же важно прислушиваться и к другому человеку. Вообще, когда вы соблазняете кого-то, когда вы флиртуете с человеком, когда вы пытаетесь понравиться, чего не хватает в нашей культуре тоже зачастую, мы не привыкли обращать внимание на того, кто нам нравится. Обращать внимание имеется в виду в каком смысле? Что чувствует человек? А чего хочет он на данный момент? А что ему нравится? А какие люди ему нравятся? А какой это человек? Вообще, какой к нему должен быть подход? Как с ним общаться? Обычно мы таких вопросов себе не задаем, и очень зря, потому что не нужно быть каким-то продвинутым психологом, для того, чтобы понять, какой должен быть подход к другому человеку, достаточно быть просто внимательным, достаточно хотя бы, значит, задавать себе эти вопросы. То есть второй важный вопрос, который мы себе задаем, это, собственно, это, собственно, что за личность этот человек, который нас привлекает сексуально. Не помешает, скажем так, будет не лишним спросить себя, а какие люди возбуждают этого человека? А какое поведение возбуждает этого человека? Как подходить к этому человеку? Потому что люди тоже очень разные, к разным людям разный подход. И если вы недостаточно чувствительны, к примеру, у вас есть какая-то привычная форма соблазнения, привычная форма общения с объектами своей симпатии, и, предположим, тут вам понравился человек, которому не нравится такой подход, да, вот вы привыкли, возможно, общаться с людьми по чуть-чуть постепенно, а с этим человеком, может быть, ему хочется, чтобы вы сразу много внимания проявили к этому человеку, или много выразили чувств, переживаний. А с кем-то наоборот. Вы понимаете, что если вы сейчас человеку сильно много проявите чувств, он почувствует себя дискомфортно, сильно много проявите симпатии, да, и закроется, и будет сложно найти, скажем так, будет сложно понравиться, будет сложно установить контакт, будет сложно с этим человеком начать общаться. То есть мы, как минимум, задаем себе вопрос, как с этим человеком, вот как было бы ему кайфово, чтобы я с ним общался или общалась, да. Сколько внимания уделять этому человеку. О, привет, дядечка. Очень рада видеть всех, друзья. Сколько внимания уделить этому человеку, да. Ему, какое ему сообщение написать, да. Ему написать в сообщении три слова, или ему написать в сообщении 20 слов. Что можно, какие чувства выразить. Сказать этому человеку откровенный комплимент, или такой легкий, скромный комплимент, потому что откровенный комплимент, возможно, будет дискомфортен человеку. И так далее. То есть мы пробуем понять человека, который нам нравится, с которым мы хотим приятно общаться, с которым мы хотим получить удовольствие от общения, да, от сексуального. И это касается любых вариантов общения. Неважно, вы встретились с человеком, вы сидите за барной стойкой, наблюдаете за человеком, и вы хотите подойти. Прежде чем это сделать, вот можно себе такой вопрос задать. Хорошо, если я сейчас подойду к незнакомому человеку за барной стойкой, как мне это сделать? Что мне сказать? Вот, знаете, в американских фильмах очень часто показывают такой формат соблазнения, не очень удачный, как я считаю. И в самих же этих фильмах показано, что часто он заканчивается тоже неудачно. Сидит человек в баре, наблюдает за другим человеком, который ему нравится, и потом вот такой он сваливается, как снег на голову, подходит и говорит, не хотите ли там обменяться телефончиками, да, оставь мне свой телефончик, давай увидимся как-нибудь, сходим на свидание. Ну и знаете, не каждому человеку вот такой сразу предложение от незнакомца вызывает вообще интерес, вызывает возбуждение, часто это напряг, да, потому что, может, тот человек еще не успел, знаете как, у него не успело возникнуть никаких переживаний в вашу сторону. То есть, прежде чем сделать какое-то действие по отношению к человеку, мы пробуем прочувствовать, как это действие будет воспринято другим человеком. Что касается той же барной стойки, вот, знаете, как процесс соблазнения, это не подойти и не предложить ходить на свидание. Да, можно подойти и предложить ходить на свидание, конечно, нужно это сделать в какой-то момент, но делать это нужно тогда, когда человек уже как-то вами заинтересовался, потому что, если человек еще никак, знаете, у него не возникло к вам ни малейшего интереса, вряд ли он захочет пойти с вами на свидание, но разве что ему неудобно отказать, тогда это тоже будет не очень искренняя форма, потому что человек без желания согласился. Конечно, хочется, чтобы человек тоже захотел пойти на свидание. То есть, прежде чем предлагать куда-то пойти, или предлагать вообще что-либо сделать, или задавать вопросы, там, какие-то, например, я тебе нравлюсь, да, или хочешь ли заняться сексом, нужно вначале в человеке вызвать какой-то интерес. Как вызвать этот интерес? За той же барной стойкой, как минимум, вначале можно установить какой-то зрительный контакт, то есть вы можете пересечься взглядами, вы можете взглядом выразить свою симпатию, да, или хотя бы вы можете там подойти, сказать человеку комплимент, и все, больше ничего от него не требовать, не ждать, не спрашивать, да, всем приятно услышать комплимент. И вот вы каким-то образом, человека расположили к себе, заинтересовали, да, дальше вы там смотрите, как пойдет время, как пойдет дело, да, как вы будете проводить дальше время. И когда вы предлагаете пойти вместе на свидание, то делать это нужно уже в той ситуации, когда вы понимаете, что человек на вас реагирует позитивно, что он отвечает на вашу симпатию, что вы ему тоже нравитесь, тогда, скорее всего, вы знаете, что ему захочется пойти с вами куда-то на свидание, да, захочется дальше с вами, продолжить общение. В принципе, вот в данной ситуации такой простой вопрос, хорошо, как сейчас обратить внимание этого человека на себя, будет ли комфортно этому человеку, если я предложу пойти на свидание, да, понравится ли это, заведет ли это человека, да, или если предложить пойти на свидание, то как это предложить, то как это предложить? и продолжайте общаться в той же манере, устраивайте такое, так сказать, собеседование друг к другу, да, чем занимаешься, чем работаешь, привет, где живешь, где отдыхаешь, где в каких клубах бываешь, разве что сколько зарабатываешь, не спрашивай, потому что это неудобно, а вообще любые вопросы, ну такая форма соблазнения, конечно, тоже достаточно отталкивающая, потому что, наверное, люди хотят общаться о чем-то другом, они не хотят сразу какой-то давать отчет о себе, о что да как, не хотят, чтобы их оценивали, но это мы немножко уже забежали вперед. Итак, после того, как мы задали много себе вопросов о человеке, о том, как с этим человеком, как ему будет классно, кайфово, как ему будет приятно, мы обсудим еще с вами несколько важных моментов, которые стоит всегда помнить. И очень-очень важный момент, о котором никогда не стоит забывать, это момент следующий. Человек, который вам нравится, никогда вам ничего не должен. То есть, если вам нравится кто-то, и вы хотите понравиться этому человеку в ответ, и допустим, у вас не получается, человек не отвечает взаимностью, к примеру, вы предложили пойти на свидание, он не захотел, вы предложили дать вам телефончик, он не захотел дать телефончик, вы улыбнулись в ответ, вам не улыбнулись в ответ, вы предложили заняться сексом, вам отказали. или любой другой вариант отсутствия взаимности, это исключительно ваша проблема. То есть, ни в коем случае нельзя на человека за это злиться и обижаться. Почему? Потому что нельзя, невозможно заставить нравиться. То есть, это переживание, симпатия, увлечение, возбуждение, оно возникает по отношению к другому человеку уж точно не от чувства вины. Если вы там человека сделали ему ай-яй-яй, даже зазлились, обиделись, и предположим, даже он из-за чувства вины потом или просто продавится, согласится всё-таки на ваше предложение, это всё равно будет общение не двухстороннее, не взаимное, и вы всё равно не получите удовольствие в процессе такого общения. Ни вы не получите, ни человек не получит. То есть, скорее всего, всем обоим будет в результате не прикольно, не кайфово. Поэтому, конечно, злиться, обижаться совершенно бесполезно на человека. Более того, это ещё и не гуманно и неприятно. Если вы, допустим, разозлились на человека в том, что он не ответил вам взаимностью, вы таким образом отталкиваете другого человека от себя. И, скорее всего, дальнейшие шаги предпринимать будет гораздо сложнее. Дальше ему понравится, уже будет гораздо сложнее. Поэтому очень важно научиться, если вы пытаетесь с человеком как-то установить контакт, пообщаться, и человек не хочет делать то же самое, что хотите вы от него. нужно научиться. Не знаю, как вы это сделаете, как вы научитесь, но я думаю, что нужно просто поменять на это взгляд, не злиться и не обижаться на человека, не предъявлять ему за это никаких претензий, потому что очень часто люди злятся и обижаются. Но я бы сказала, что, знаете, когда вы злитесь и обижаетесь на то, что не смогли понравиться другому человеку, это все-таки инфантильная форма. Часто дети злятся, когда не могут получить чего-то, или обижаются, когда не могут получить чего-то. В принципе, если у человека остались какие-то инфантильные формы в сфере сексуальности, он тоже склонен реагировать именно так. Какая же взрослая реакция будет, если у вас что-то не получилось? Взрослая реакция, вы анализируете, что произошло и что вы сделали не так, что пошло не так, что нужно было сделать по-другому. То есть взрослое поведение это работа над ошибками, это анализ своих ошибок собственных. Ну и бывают такие ситуации, когда вы не смогли понравиться человеку, скажем так, запороли все каким-то образом и уже восстановить невозможно контакт. То есть человек настолько закрылся, настолько от вас как-то оградился, отморозился, не хочет видеть и общаться. И опять же взрослая позиция, взрослая реакция, вы должны достаточно уметь, достаточно адекватно оценивать ситуации, которые уже скажем так, как это сказать, правильно подобрать слово, которые не состоялись и скорее всего уже не состоятся. то есть, допустим, понимаете, вам человек нравится, но у вас не получилось его соблазнить и возможно вы даже наломали таких дров, что уже не получится. И важно тоже, наверное, взрослая позиция, понимать, какие желания у вас имеют потенциал быть реализованными, а какие желания уже не имеют такой возможности, такой перспективы и такие желания, ну как бы, знаете, как взрослый человек, наверное, чем отличается от ребенка, он понимает, что не все его желания в этой жизни будут реализованы. И некоторое желание, даже как бы вам сильно этого не хотелось, ну вы понимаете, что не сложилось. И опять же таки, если вы поняли, что у вас не складывается и не сложится, не обвиняйте ни в коем случае другого человека, даже если уже вы понимаете, что не сложится. Почему? Потому что все равно остается осадок, все равно остается неприятное ощущение и у вас, и у другого человека. И более того, если такая форма преобладает в вашем отношении к неудачам, это чувствуется. И как это чувствуется? Если, допустим, вы общаетесь с человеком, который вас облазняет, скажите, чувствуете ли вы, когда человек требовательный? Я думаю, да, вы чувствуете, и вы понимаете, что человек начинает как-то с вами флиртовать, заигрывать, что-то предлагать, и вы смотрите на этого человека, и вы понимаете, ну, это такой требовательный человек, вот он, если что-то будет непоевой, если я как-то не отвечу, вроде как я обязан или обязана отвечать взаимностью, не потому что я хочу, а потому что этот человек слишком требовательный и будет злиться и обижаться, если не получит того, что хочет. Это чувствуется. И хочется ли общаться с таким человеком? Нет, не хочется. На самом деле, если вы чувствуете, что человек требовательный западает на этот процесс, да, он будет вас, так сказать, выдавливать с вас эту взаимность, как сможет, скорее всего, вы постараетесь отделаться от такого человека и общаться с ним поменьше, потому что никто не любит давление. Вот такая требовательность в соблазнении, можно сказать, это некоторая форма давления и обидчивость, и агрессивность на человека за то, что он не захотел того же, что и вы, не воспылал взаимными чувствами. Это тоже некоторая требовательность, которую мы стараемся, мы в соблазнении стараемся этого избегать. Не только в соблазнении, в любом сексуальном общении мы стараемся избегать требовательности и вообще любых форм давления. Тоже очень важно. Почему? Потому что сексуальные переживания, сексуальные чувства, симпатия, влечение, страсть, интерес, ну, как я уже сказала, их огромный спектр, видите, да, я там пять слов вспомнила или четыре слова вспомнила, но на самом деле их десятки, сотни оттенков разных того, что мы можем чувствовать к человеку. Так вот, все эти сексуальные чувства, они настолько легко разрушаемы давлением или многими другими некорректными формами, они, знаете, это как некоторый приятный ветерок, вот он подул, у вас появились эти переживания, вы счастливы, вы наслаждаетесь этими переживаниями, да, если получилось, если они взаимные, тогда вы счастливы вдвойне, вы наслаждаетесь вдвойне, но достаточно буквально чуть-чуть напрять человека, и этот ветерок, он раз и исчез, то есть эти чувства, они очень легко разрушаемы, это тоже нужно помнить, и с этим нужно считаться, и очень важно не давить на людей, потому что давление, это, знаете, такой злейший враг любых сексуальных переживаний, никто не любит ничего делать под давлением, любые переживания должны быть только добровольными, и тогда это будет искренне. Какое может быть еще давление, да, которое тоже достаточно актуально, на что можно обращать внимание, потому что актуально для нашей культуры. Ну, часто мы привыкли к тому, что часто мужчины больше давят, чем женщины. Да, как-то вот у нас так пошло, что есть такая мифологема в нашем обществе потребления, скажем так, в которой мужчины, они такие охотятся за сексом, и им важно получить этот секс от женщины, неважно, хочет ли она этого секса или нет, важно получить этот секс, чтобы поставить галочку, то есть не ради переживаний мужчины вроде бы как охотятся за этим сексом, а ради галочки, и поэтому любые средства не важны, чем, скажем, любые средства хороши, да, и продавить женщину на общение на секс это тоже вроде бы какая-то норма, хотя, конечно, мы должны понимать, что если вы как-то заставляете человека с вами общаться, то человек это тоже будет делать без особого энтузиазма, без удовольствия, да, человека можно продавить, человека можно заставить, сыграть на чувстве вины, банально человек может оказаться менее стойким, чем, допустим, вы, у вас там больше какой-то напористости, чем у человека, и вы начинаете там, ну давай-то, давай встретимся, давай займемся сексом, ну давай, почему ты мне не звонишь, позвони, почему ты мне не отвечаешь, почему ты не делаешь то, почему ты не делаешь это, тоже есть какая-то требовательность, давай сделаем то, давай сделаем это, и есть какое-то подталкивание человека, конечно, подталкивание, давление, оно тоже очень сильно разрушает любое влечение, и такие люди отталкивают на самом деле от себя вот вы наверное все слышали может быть некоторые занимались вы таких есть такие школы пикапа для мужчин да где мужчин вроде бы как учат снять женщину что интересно вниз что снять да не учат не как женщину возбудить они как же в женщине вызвать влечение а как ее развести на секс да то есть предполагаться что женщина не хочет этого секса но мужчина ее как-то там заговаривает тоже это техники продавления на самом деле почему от пикаперы эти школы пикапа я против таких техник потому что они конечно делают мужчин гораздо более не привлекательными чем они были раньше ну то есть если спросите себя нравится ли вам люди которые на вас давят неважно мужчина вы или женщина потому что женщины тоже могут давить то есть сейчас может раньше это было бы совсем дикостью сейчас женщина чувствуется по свободнее да уже нет такого какого то ставка что женщина должна только ждать пока ее выберут она уже теряет свою актуальность слава богу потому что это тоже проблема на самом деле женщины первые проявляют инициативу и часто это инициатива бывает достаточно давящий неважно кто давит мужчина или женщина но если вы понимаете что человек не сильно хочет общаться а вы его как бы подталкивать к такому общению заставляете опять же таки достат нужно чтобы присутствовала какая-то здоровая самокритичность во время понять что вы начали давить на человека и если вы это осознали вы понимаете что скорее всего вы обречены на провал человек будет от вас убегать потому что опять таки такие люди никому не нравятся что еще важно иметь ввиду и что еще актуально для нашей культуры что часто люди делают так это спешка когда люди начинают соблазнять друг друга флиртовать есть такое ощущение иногда что люди как-то форсируют события то есть мы привыкли возможно потому что у нас очень большой темп жизни большой поток информации который проходит через нас мы привыкли все делать быстро потому что все нужно успеть наверное датам в жизни сейчас огромная огромный намного быстрее чем был там еще лет 30 назад но это не привет мы решились это не очень позитивно сказывается вот такой новый формат быстрой жизни является достаточно разрушительным для сексуальных отношений для привет ленчик привет из парижа привет друзья привет всех кого с кем еще не поздоровалась очень рада всех видеть извините немножечко отрываясь иногда потому что очень рада видеть друзей так вернемся к спешке есть скажем так некоторая вот эта спешка она перекладывается и на процесс сексуального общения и на процесс флирта и на процесс соблазнения то есть мы привыкаем все делать быстро допустим нам понравился человек и так ну что терять время давай быстро сходим где-то там покушаем и давай быстро займемся сексом вроде бы как и все мы предполагаем что вот мы выполнили какой-то план быстренько отстрелялись да и это должно сделать нас счастливы это должно нам это и было то чего нам хочется на самом деле невозможно прожить какие-то приятные переживания глубокие прожить удовольствие настоящее удовольствие не поверхностное какое-то ощущение самоудовлетворения да какие-то сексуальные глубокие переживания только если вы не спешите то есть спешка это тоже очень большой враг любых сексуальных переживаний любых чувственных переживаний если вы начинаете форсировать события вы во первых не успеваете в чувствоваться в процесс вы не успеваете чувствоваться в человека и зачастую если люди вот делают все по накатанной да по какому-то накатанному сценарию который быстрый опять же таки ввиду этого нашего быстрого ритма жизни они часто делают не то что на самом деле хочется потому что опять-таки они банально не успевают прислушаться к себе и понять чего хочется и они не успевают прислушаться к партнеру поэтому очень часто люди невнимательные к примеру человеку стало что-то неприятно вы этого не заметили потому что опять таки вы это все делали по-быстрому в спешке желанием поскорее стреляться закончить и пойти дальше заниматься своими делами и такое общение в спешке зачастую она не как не сильно нас удовлетворяет то есть это не то чего нам на самом деле хочется это не то общение которое нас волнует возбуждает которое мы помним потом много дней о котором мы ходим думаем просмаковываем воспоминания и так далее ну знаете как отстрелялись этот человек вы его просто стерли из памяти потому что это было как обычная обыденная какая-то процедура дело и так далее то есть когда вы если вам хочется все таки чтобы общение сексуальное общение флирт соблазнение вот эта игра волнующая которая между людьми может быть чтобы она была действительно для вас чем-то кайфовым чтобы оставила вас какой-то след до чтобы вы насладились глубоко насладились таким общением важно не форсировать события не спешить и понять что если вы не занялись сексом сегодня то вы ничего не потеряли может быть даже наоборот потому что я думаю что все знают что чем больше ты ждешь тем вкуснее потом секс на самом деле и чем больше люди друг с другом флиртует общаются чем больше времени они уделяют дают страсти разгореться между ними дают разгореться дают время этому натяжению между ними стать настолько сильным что потом любое телесное прикосновение там срывают крышу и так далее конечно я думаю все кто имел такой опыт жизни понимают что любое ожидание стоит потом тех переживаний потому что чем больше вы томитесь в этом переживании влечения к человеку страсти и желания сексуального тем вкуснее потом реализация этого желания сам секс более того иногда мы не спешить нужно не только для того чтобы усилить натяжение между людьми а банально потому что не получается быстро вызвать человеке взаимное влечение то есть вы чеком общаетесь вроде бы как вы ему нравитесь но вы понимаете что вот он к вам до сих пор никак не воспылает такой же страстью какой вы пылаете вы к этому человеку да и вы в этом случае понимаете что ну пока у вас не получается и возможно нужно дальше искать варианты как как с этого человека соблазнить так как вызвать нему возбуждение возможно мы еще чего-то не вы еще чего-то не поняли да или что-то делаете не так и и часто на это нужно время более того часто на это нужно достаточно длительное время до некоторых людей можно соблазнять по несколько лет не занимаясь сексом и если вы научились к этому процессу относиться с удовольствием до кайфовать от самого процесса то есть вы соблазняете человека да вы понимаете сейчас человек еще у вас не хочет вы ему нравитесь но скажем так похоти он к вам еще не чувствует от страсти не чувствует а вот не может и вы ищите варианты ну как 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 в нем раз разгореть страсть да что нужно сделать это интересно это интересный процесс и интересен интересен поиск вариантов даже если вы не знаете как в человеке зажечь эту страсть вы хорошо если вы умеете наслаждаться от поиска и часто этот поиск занимает время и важно чтобы для этого очень важно иметь такое качество как терпение это тоже взрослое качество мы все знаем что дети очень нетерпеливые они хотят получить желаемое тут же и сразу и опять таки что отличает взрослого человека от ребенка что взрослый человек умеет терпеть и он понимает что некоторые вещи как я уже сказала некоторые свои желания понимать что он никогда не сможет реализовать а некоторые желания понимают что реализовать потенциал есть варе возможность есть но сразу этого сделать не получится то есть при привыкаем к тому да или готовимся к тому что мы никуда не спешим ну разве что вам сказали что вам осталось там не не знаю жить один год тогда да наверное спешка имеет значение время имеет значение но в целом если вы не собираетесь умирать еще да то спешить соблазнение конечно тоже не нужно ну что еще очень важно знать о соблазнении и что никогда не нужно делать что всегда будет отталкивать людей старайтесь никогда не соблазнять человека когда вы находитесь в плохом настроении или в нецелостном состоянии в пробитом состоянии в некомфортном не кайфовом состоянии то есть у всех есть людей разные периоды есть периоды когда мы на подъеме когда у нас все хорошо мы уверены в себе у нас все получается ну или не все хотя бы что то получается мы себя хорошо чувствуем мы себя чувствуем классно чувствуем в себе бодрости силу так сказать и в этом состоянии конечно соблазнять гораздо проще гораздо приятней и вам и другому человеку и бывают периоды когда допустим вы потухли до сдулись да или вы устали или вы раздражены или что-то у вас случилось неприятное в жизни и вы понимаете что или какая-то ситуация лишила вас равновесия лишила вас целостность вы потеряли уверенность в себе вы чувствуете себя не целостным человеком и вам нравится кто-то да вы как-то чувствуете себя слабеньким но тем не менее хочется как-то прокоммуницировать право взаимодействовать если вы начинаете соблазнять человека находясь в каком-то нецелостном состоянии будьте готовы к тому что вы не понравитесь человеку потому что ну депрессивные люди это факт мы иногда все бываем чуть депрессивными да кто-то больше кто-то меньше но и сразу себя ставим на место такого человека представьте себе что вас соблазняют депрессивность человек или человеку которого какая-то проблема он приходит все время жалуется или он весь такой испуганный да или он весь какой-то еще какой-то проблемой к вам подходит такой человек неприятен да возможно вы можете испытать ему сочувствие если вы отзывчивый человек вы можете пожалеть человека вы можете захотеть его даже поддержать но вряд ли такой человек вас возбудит вряд ли это является каким-то афродизиаком для других людей все проблемы не являются афродизиаком поэтому если вы хотите понравиться человеку желательно к нему знаете как общаться с ним не бывали бы на него свои проблемы а также общаться с ним не в том состоянии в котором вы понимаете что вы непривлекательны опять-таки для этого должна быть какая-то здоровая самокритика иногда больно признать что как это я не всегда могу нравиться другим людям особенно знаете эта проблема тех людей которые изначально обладают скажем так врожденной привлекательностью да и изначально умеют всем нравится им даже не нужно учиться этому у них все классно не привыкли что они всем нравятся но и у таких людей тоже бывают сложные периоды когда они себя чувствуют неуверенными когда они чувствуют себя не целостными и им сложно признать таким людям что как это я в какие-то моменты своей жизни могу кому-то не нравится да я всем всегда должен нравиться да это же всегда так было на самом деле нет мы все как как бы мы не были хороши как бы мы не были прекрасны мы все имеем свои хорошие плохие периоды и нужно быть достаточно самокритичным чтобы понимать что в свои плохие периоды я не привлекателен для других людей то есть если я пытаюсь кого-то соблазнить да вы можете это конечно делать но будьте готовы к тому что вы не понравитесь человеку и нормально к этому относитесь лучше всего такие периоды пережидать если вы знаете себя вы понимаете что у вас произошла какая-то проблема лучше решить эту проблему лучше почувствуете себя снова хорошо или пережить и какое-то время пока вы успокоитесь или вы найдете решение этой проблемы то или бы там что-то вас лишило уверенности верните себе как-то эту уверенность и потом идите общаться но кстати вот мы озвучили много таких качеств как уверенность вообще давайте обсудим мы можем с вами проговорить а какие качества нравятся другим людям в таком состоянии нецелостности наверное у человека каких-то качеств он лишается да становится невкусным непривлекательным а вообще а что вкусно для других людей это тоже хороший вопрос который тоже себе можно задавать и особенно этот вопрос актуален для тех людей которые но опять таки мы все люди разные тоже если человек взрослый он понимает что достаточно адекватно себя может оценить да и понять что вот эти качества у меня есть вот здесь я молодец а вот эти качества у меня нет допустим там у кого-то есть уверенность в себе а кто-то понимает меня нет уверенность уверенности в себе и эта проблема на самом деле почему потому что всем нравится уверенные люди однозначно всем нравится но опять таки мы имеем ввиду не какую-то уверенность демонстративную давящую до когда вы пытаетесь всем продемонстрировать настолько вы уверены в себе так что людям становится это дискомфортно нет это некоторое спокойное внутреннее переживание когда вы смотрите начало знаете как уверенные действия уверенно и самоощущение понимаете что у человека есть вообще какая-то уверенность в себе в своих возможностях и допустим вы взрослый самокритичный человек вы проанализировали себя понимаете что то вот мне не хватает уверенности я всегда подхожу к этим мужчинам или к этим женщинам и я всегда чувствую себя ну таким как боюсь что они мне ответят боюсь подойти вот явно не хватает уверенности хороший вопрос который важно можно себе задать и где мне наработать эту уверенность нет у меня такого качества так меня воспитали возможно или такое у меня было детство или мы не будем сейчас анализировать причины почему у кого-то нет каких-то качеств нам интересней как эти качества наработать во взрослом возрасте если вы понимаете что люди там вы кто бы вам не понравился все от вас шарахаются или там может не шарахаются но как минимум все культурно отказывают или отмораживаются есть такое в английском языке слова being rejected и вот тоже в американской культуре все очень заморочены на этом being rejected вам отказали быть отказанным или как сказать на нашем языке отвергнутым да и очень все болезненно воспринимают быть отвергнутыми но опять-таки как мы уже проговорили проговорили раньше наша задача относиться к этому спокойно даже если вы being rejected да если вас вам отказали не нужно себя за это там как-то чмурить и не нужно чувствовать себя хуже ниже плинтуса и так далее просто нужно объективно сесть и подумать проанализировать свои ошибки и вы обязательно поймете почему что вы сделали не так не гармонично и очень важно задать себе вопрос а как нужно было сделать да но вернемся к уверенности допустим вы понимаете что все вам отказывают никто на вас не смотрит как на сексуальный объект потому что вы все время очень как-то боитесь всего не уверены в себе как наработать эту уверенность на самом деле тоже привет ливане привет рада всех видеть друзья можно я думаю что тоже большого труда не составляет на самом деле если сесть и просто поразмыслить уделить этому какое-то время вы обязательно придумаете хоть что-нибудь но что-то что поднимет уверенно в себе ну к примеру самый простой вариант пойти на какие-то боевые занятия боевое искусство научиться драться если вы не умеете неважно мужчина вы или женщина очень часто если вы боитесь всего вы не уверены в себе и вы пошли научились драться вы это почувствовали свои возможности силу да и вы себя почувствовали сильнее какой-то степень своих возможностей исследовали поняли что можете или научились не умели но научились стали мочь Да, это добавило вам уверенности в семье. Или, к примеру, вы можете сходить там подняться на Эверест, да, заняться скалолазанием, но люди, которые занимаются такими вещами, уж точно знают свои возможности, да, я думаю, что тоже это добавляет уверенности в себе. Вы понимаете, что вы там смогли в дикой природе выжить, смогли на гору взобраться, но уверенности добавят, да, или вы там научаетесь какому-то сложному виду спорта, тоже добавляют уверенности в себе. Или вы поставили себе задачу, вам хочется заработать какую-то большую сумму денег, да, и это тоже вам прибавит уверенности в себе. Вы понимаете, да, я могу заработать денег, да, я могу, да, уже не так страшно в этом мире. То есть, в принципе, любой человек может придумать для себя, как ему поднять уверенность в себе. И этим нужно отдельно заниматься. Если вы, к примеру, опять-таки, достаточно в меру самокритичны, да, умеете проанализировать себя, не боитесь признать свои какие-то недоработки, вы тоже, вы задались вопросом, понимаете, к примеру, человек вам отказывает, или многие вам отказывают, да, вы думаете, хорошо, но у меня с уверенностью в себе все нормально, что во мне не нравится другим людям, да, что во мне отталкивающего. Или наоборот, чего мне не хватает, чего во мне нет, да. Может быть, уверенность есть, но нет такого качества, как сексапильность. Что такое сексапильность? Это некоторое переживание удовольствия от своего тела. Вот когда человек кайфует от своего тела, ему нравится своего тела, не просто нравится, как бы, любоваться собой, да, а он себя прикольно чувствует в теле. Это тоже чувствуется. Более того, такие тела у людей намного вкуснее. Прям хочется обычно потрогать это тело, если хозяин тела сам его любит, да. И вы понимаете, так, хорошо, что-то у меня с сексапильностью не очень, да, я к своему телу вообще как-то странно отношусь, еще хуже, если вы его недолюбливаете, да, если не просто от него не кайфуете, а еще и недолюбливаете. Это тоже важное качество, которое привлекает и является привлекательным и для мужчин, и для женщин. Можно подумать, хорошо, где мне наработать это качество, где мне научиться владеть своим телом и научиться кайфовать от тела. Это должны быть какие-то однозначно телесные практики, да. И, ну, как бы я так сходу могу несколько набросать вам. Практика очень хорошо нарабатывается. Кайфование от своего тела на танцах тоже хорошая практика, неважно, мужчина вы или женщина. Как-то у нас в культуре тоже принято, что женщины нормально, если учатся танцевать, а мужчина, если учатся танцевать, это какой-то слабак, да, вообще это не мужское занятие, но вопрос такой к женщинам, и если мужчина проведет соцопрос знакомых женщин, все женщины обожают мужчин, которые умеют управлять своим телом, красиво двигаться, танцевать, владеют телом. Это другое ощущение от тела такого мужчины и от самого мужчины. И, в принципе, если вы не умеете танцевать, вы понимаете, что вам не хватает этого качества. Научитесь. Ну, как бы куча танцевальных. Сейчас, друзья, я снова возобновлю стрим в... Возобновлю стрим в Инстаграме. Одну секундочку. Сейчас, чуть-чуть Инстаграм. Наверное, сохраняется видео. Хорошо. Пока видео сохраняется, я закончу тему с привлекательностью, с сексапильностью, с способностью, умением кайфовать от своего тела. Хорошо. Где еще можно наработать это качество? Любой вид, опять-таки, спорта, где вы научаетесь владеть телом. Любой вид физической активности. На йоге очень нарабатывается тоже здорово. Друзья, мне кажется, у меня подвесит телефон. Давайте мне буквально секундочку, я его перезагружу, чтобы возобновить стрим в Инстаграме. Прошу прощения, маленькая техническая заминочка. Возможно, пока я перегружаю телефон и возобновляю подключение в Инстаграме, Вдруг у кого-то какие-то уже возникли вопросы, пишите, добавляйте вопросы. В Инстаграм подключаемся. Секундочку, друзья. Спасибо. 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 Проверяется коннекшн. С подключением в Инстаграм какие-то проблемы, какие-то трабл. Техника не выдерживает накало страсти, это точно. Друзья, ну как мне обидно, но у меня он зависит из Инстаграм. Хорошо, может сейчас возобновится в Инстаграме связь. Я сейчас попробую подключить. Спасибо. 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 Друзья, пожалуйста, перебегите все из Инстаграма, потому что у меня, конечно же, что-то должно было случиться. Да, у меня просто зависит из Инстаграм, они не могут вас запишут, не могут возобновить подключение. В общем, я пока ничего не могу сделать, может быть возобновление подключится. Вижу вопрос. Хорошо. Хорошо, друзья, пишите вопросы, очень интересные вопросы. Сейчас мы немножечко закончим тему качеств, какие привлекательны для других людей и обязательно перейдем к вашим вопросам. Инстаграм у меня по-прежнему не работает. I'm very sorry. Итак, да, переходите, пожалуйста, в Facebook. Разве что я попробую логаут и логин. Хорошо. 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 Если чё Oprah. Хорошо. Я посмотрю и посмотрю. . с инстаграмом свои отношения вот они вылезли у меня хорошо друзья и так вернемся к теме анализа того какие качества качества привлекают других людей да и возможно чего нам не хватает что можно на работу хорошо давайте поразмыслим вообще какие качества приятные и возбуждающие для других людей мы уже проговорили уверенность в себе кайфование от своего тела сексабильность ну что еще привлекает других людей однозначно других людей привлекает человек привлекают люди которые чем-то увлечены и от чего-то кайфут и на самом деле это очень чувствуется если человек чем-то горит у него есть в жизни какая-то тема да или что то что его очень сильно занимает чем он занимается неважно это работа это хобби это что-то другое то какое то какая то тема которую следует интересуется если человек от чего-то чем-то глубоко увлечен это всегда притягивают других людей тоже можно на эту тему подумать и если вы понимаете что вы ничего вас особо не привлекает не увлекает ничем не горите попробуйте исследовать себя и подумать а что вас вообще интересует в этой жизни что бы хотелось такого сделать что всегда хотели допустим что-то выучить в чем-то разобраться что-то научиться делать где-то побывать и если человек нашел что-то что его знаете как какой-то источник удовольствия в жизни он становится гораздо привлекательным для других людей на эту тему тоже можно подумать ну конечно привлекают люди с интеллектом до привлекают люди образованные если вы понимаете что вы не умеете поддержать беседу или вам не хватает знаний каких-то в любой из сфер или каких-то общих знаний того что происходит в мире или какой-то в отдельной теме которую можно было бы обсудить с другим человеком может быть вы понимаете что это человек интересуется такой темой и если бы вы в этой теме разобрались то вы бы стали для него явно привлекательней или вам действительно возможно не хватает какого-то базового образования до всегда можно пойти и где-то поучиться разобраться в какой-то теме то есть тоже человек который чему-то учится который узнает какую-то информацию переваривает эту информацию начинает в чем-то глубже разбираться он тоже более привлекательным для других людей и чем большем количестве тем вы глубоко разбирайтесь тем вы интереснее тем вы привлекательны и в сексуальном плане тоже может быть такое что вы проанализировали себя вы поняли так у меня что-то проблемы коммуникативного характера с людьми которые меня привлекают то есть я вроде бы уверенный и симпатичный или уверенная симпатичная да и много других у меня достоинств я приятный человек в общении но я когда начинаю разговаривать и что такое говорю и как-то некрасиво и люди ну вот выбран подумали подумали и поняли что люди не очень реагируют положительно на вашу манеру общения разговора можно пойти и подтянуть свои скажем так ораторские способности да не для того чтобы читать лекции к примеру того чтобы банально поддерживать разговор общаться потому что тоже много правил общения как общаться с человеком так чтобы всем было приятно как общаться так чтобы не перетягивать внимание на себя излишне потому что опять таки если вы соблазняете кого-то начинаете общаться с человеком и все время рассказываете только знаете как когда общение начинается только в одну сторону вы рассказываете все время только о себе о себе это не очень как бы какой-то момент это начинает раздражать любого человека любого слушателя или наоборот вы общаетесь с человеком и вы все время расспрашиваете только о человеке только человеке и ничего не рассказывать о себе это тоже не гармонично потому что у человека рано или поздно возникнет чувство что вы о нем все знаете а он о вас ничего не знает то есть общение должно быть какое-то Это сбалансированное, гармоничное, есть какие-то правила в общении, тоже важна чувствительность, важно знать, что говорить, что не говорить. Тоже этому можно научиться, если вы понимаете, что у вас не хватает коммуникативных навыков и так далее. То есть вы можете проанализировать себя и понять, подумать в целом, чего вам как личности не хватает для того, чтобы стать привлекательнее для других людей. А можете задаться таким вопросом, исходя из желаний и потребностей конкретного человека, который вам нравится. То есть, как я уже сказала, вам нравится кто-то, вы начинаете, знаете, как пробуете прочувствовать объект своей симпатии, начинаете думать, хорошо, а что этого человека возбуждает? Вы поняли, что человека возбуждает вот чувство юмора в других людях, а у вас нет чувства юмора. Вот вы задаете себе вопросом, как научиться шутить, как научиться смеяться с вещей, в первую очередь, как научиться смеяться с себя. Очень часто у людей не бывает чувства юмора, если они слишком серьезно относятся к себе и не умеют посмеяться над собой. Ну и так далее. То есть, в принципе, я веду вас, подвожу вас к такой мысли, когда вам кто-то нравится, и вы пытаетесь понравиться этому человеку в ответ, это на самом деле процесс трансформации вас. Потому что очень часто для того, чтобы понравиться другому человеку, вам приходится что-то в себе поменять, убрать какие-то негармоничные формы, наработать какие-то качества, которых вам не хватает. То есть, в принципе, если вы относитесь к этому достаточно осознанно, не ленитесь менять себя, вы можете стать, знаете, после такого общения, после таких отношений, стать совсем другим человеком. Намного лучше, намного прикольнее и так далее. Конечно, если у вас нет позиции, полюби меня таким или такой, какая я есть, потому что эта позиция не очень гармоничная. Я понимаю, что люди имеют в виду часто под такой позицией, как бы они хотят, чтобы принимали их какие-то недостатки. Да, мы можем хотеть, чтобы принимали наши недостатки. Конечно, если вдруг мы встретим такого человека в нашей жизни, который, вот он человек настолько широкой души, он сможет принять все наши недостатки и полюбить нас, и захотеть нас со всеми нашими недостатками. Это, конечно, будет прекрасно, но не всегда мы такого человека встретим и рассчитывать на это не стоит. Все-таки часто людей недостатки отталкивают, отпугивают и как-то убивают любое натяжение, любое влечение. Поэтому лучше не ждать, пока вас полюбят такими, захотят такими, какие вы есть, а достаточно активно заниматься саморазвитием, изменением себя и пробовать стать более прикольным в общении человека. Ну, что еще делать не стоит, когда вы соблазняете людей для другого человека или других людей, может, вы соблазняете сразу нескольких или пару. Такое тоже бывает на самом деле. Хотела сказать, тоже это очень важно, нет никаких норм и рамок, как должно происходить соблазнение в плане, вот соблазнять нужно только противоположный пол. Да, но сейчас уже вроде бы как наконец-то человечество дошло до того, что не важно, какой пол вас привлек, ваш пол или противоположный, это вообще никого не должно касаться. Важно, что вы чувствуете и важно, что вы хотите от этого человека, да, и важно, сможете ли вы реализовать свои его желания, да, получить удовольствие от общения. То есть в целом мы не стараемся там, знаете, как себя ограничить какими-то рамками, вот если я женщина, то мне мужчин соблазнять можно, а женщин мне нельзя. Вдруг мне захотелось, вдруг меня женщина привлекла, что тогда делать? Ну, конечно, плохо, если человек какие-то свои желания не допринимает, потому что это всегда вылазит боком, это всегда проблема для человека, если подавлять какие-то свои желания, что закончится это однозначно какими-то психологическими проблемами. Или там соблазнять нужно только человека, там, не пару, да, втроем не может быть никаких отношений. На самом деле отношений сексуальных, общения сексуального может быть ровно столько, сколько людей на планете, да, потому что каждому человеку на планете может хотеться совершенно чего-то своего и другого. И если вы пытаетесь свои желания подстроить под какой-то общепринятый шаблон, как должно быть, конечно, вы лишаете себя возможности сделать именно то, что хотелось вам. Ну, и понятно, что вы не почувствуете глубокого удовлетворения, потому что будете делать не совсем то, что хочется. Ну, все-таки вернемся к тому, вот вы соблазняете, к примеру, неважно, одного человека или пару, что еще я рекомендую не делать. Мы уже с вами обсудили, что очень важно не давить на человека, не торопить события, не требовать взаимности, да, то есть если вы ее не получили, то можно только соблазнять дальше, но ни в коем случае человека за это не наказывать. Важно анализировать, чего не хватает и дорабатывать какие-то качества, которых вам, возможно, были бы привлекательны для другого человека. Что еще актуально в нашей культуре, какие проблемы существуют? То, что я замечала, допустим, из моей практики, есть такая форма поведения, когда человек соблазняет или флиртует, и он начинает угождать. Что имеется в виду? То есть, знаете, как человек пытается произвести впечатление слишком хорошего, слишком покладистого, конечно, мы все любим хороших людей, все любят покладистых, хотя возбуждают часто как раз непокладистые, но проблема-то же не в этом, а в первую очередь проблема в том, что человек, пытаясь угодить другому объекту своей симпатии, пытаясь понравиться, начинает, подстраиваясь под другого человека, часто начинает делать то, что ему самому не в кайф. Допустим, он такой, ну ничего, я потерплю, там, хорошо, мы будем делать то, что хочешь ты, мы будем общаться так, как хочешь ты, я все для тебя делаю, мне это не нравится, но я об этом не говорю, я просто потерплю немножечко. И человек, который терпит дискомфорт и которому самому не кайфово от того, что он делает, не испытывает кайфа, он не привлекатель. То есть, это тоже нужно понимать. Если вы слишком угодливы для других людей, если вы делаете то, что вам самим не в кайф, пытаясь таким образом понравиться, это не работает. Почему люди так себя ведут? Потому что им наоборот кажется, что вот чем больше я угожу человеку, смогу угодить человеку в разных, во всем, что он хочет, тем больше я заслужу каких-то кредитов доверия, да, пунктов, баллов, и тем больше человек будет ко мне расположен, тем быстрее человек там как-то отреагирует, ответит мне взаимностью. Зачастую происходит как раз наоборот. То есть, если вы понимаете, что вы склонны так делать, опять-таки, что можно в этом случае делать? Ну, быть более осознанными и четче понимать, что вам хочется делать, а что не хочется. И стараться не делать то, чего не хочется. Как минимум, чтобы не испытывать чувство дискомфорта. А еще лучше понимать, чего хочется и пробовать соблазнить человека на свои желания. Да, почему? Потому что, как я уже говорила, если вы испытываете кайф, переживание, удовольствие, в этот момент вы очень привлекательны для других людей. Это тоже такая небольшая вам подсказочка, фишечка. Если вы соблазняете другого человека, постарайтесь это делать в состоянии кайфовом. Если вам от чего-то кайфово, это лучший момент, иди и пробовать понравиться другому человеку. От чего прокайфовать, вы уже сами можете найти, подумать. Если вы, допустим, пытаетесь соблазнить человека в ночном клубе, найдите, что вам приятно в ночном клубе. Музыка. Закайфуйте от музыки, прокайфуйте от музыки, прокайфуйте от коктейля, прокайфуйте от приятного общения, прокайфуйте от движения телом под музыку, еще от чего-то. И в этом состоянии вы будете выглядеть гораздо привлекательнее. Если вы соблазняете не в клубе, где-то в другом месте, опять-таки, займитесь чем-то кайфовым. И с этой энергией потом идите на свидание, или начинайте переписку, или начинайте общение, где вы хотите понравиться. Потому что такие люди намного вкуснее. Ну, чего еще не нужно делать, давайте вернемся к этому списку, чего не нужно делать, не выпендриваться. Тоже для нас, для нашей культуры характерна некоторая постоянная чрезмерная презентация себя. Люди пытаются показаться чуть лучше, а иногда не чуть, а намного лучше, чем они есть на самом деле. Им кажется, что чем больше они покажут своих каких-то, продемонстрируют своих каких-то плюсов, бонусов, тем больше они произведут впечатления, тем их больше захотят, на них набросят и так далее. Но часто как раз такой тип людей, который склонен к какой-то излишней там самопрезентации, выпендрежу, умничанию, люди, такие люди не осознают, что такой формат общения это тоже на самом деле давление. И нужно признаться себе, что часто это взгляд немножко сверху на другого человека. Если вы ему показываете, смотри, ну, знаете, как есть разный выпендреж. Когда вы выпендриваетесь, как красуетесь перед человеком, и в этом нет поддавливания на другого человека, в этом нет какого-то взгляда сверху вниз, то такой выпендреж может быть приятен и может заводить и так далее. Знаете, как делают, там, павлины распустили хвост, это такое тоже специфическое выпендреже, красование назовем его так. Но если выпендреж достаточно агрессивный, то вы садитесь там с человеком, общаетесь и начинаете ему рассказывать, какие вы классные и в этом, и в этом, всячески пытаясь продемонстрировать, что вы лучше его, лучше этого человека, или лучше других, вот, и зачастую в этом есть, ну, это отталкивает, скажем так. То есть это не привлекательно, да, человек может на вас, значит, смотреть действительно снизу вверх, но при этом, как правило, если он почувствует, что вы ему уже столько всего разрегламировали своих каких-то качеств, а у него нет таких хороших качеств, что он, как он себя почувствует? Ну, он почувствует, скорее всего, себя, кусок уверенности он потеряет, он почувствует себя хуже, чем изначально. Ну, и, конечно, ему тоже, скорее всего, захочется избежать такого общения, поэтому часто люди, которые, знаете, как вам кажется, вы соблазняли, и вы и так продемонстрировали себя, и там свои финансовые возможности продемонстрировали, и то купили, и то купили человеку там, и в какую-то там свое остроумие продемонстрировали, и, ну, как правило, выпендриваются опять-таки чем? Выпендриваются финансовыми возможностями, мужчины, да, зачастую, женщины выпендриваются там своей какой-то сексапильностью, выпендриваются, есть еще класс людей, которые выпендриваются интеллектом, как бы, а я и то знаю, а я и то знаю, или там, а я и то могу, я и то могу, ну, короче говоря, опять-таки, если вы склонны к выпендрежу, это тоже актуальная подсказка, не для всех, потому что есть люди, которым это не свойственно, дискомфортно, они так никогда не делают, может быть, если человек слишком скромный, ему, наоборот, нужно научиться немножечко подвыпендриваться собой, как павлим, да, распускать хвост. Есть люди, которые склонны к выпендрежу, нужно проанализировать и честно себя спросить, хотя бы рад, а что чувствует человек в момент, когда я ему вот так вот выпендриваюсь, самопрезентую себя. Он заводится или не заводится? Вот такой самый очень простой вопрос. Всегда по человеку видно, возбуждают ли его ваша, так сказать, подача, ваше выступление, там, ваша сама реклама и так далее. Если вы понимаете, что человек, наоборот, проседает, тухнет и чувствует себя дискомфортно, ну, скорее всего, это тоже неправильно выбранная форма общения, негармоничная, это то, что отталкивает. Ну, кстати, по поводу выпендрежа деньгами, хотела сказать, что тоже проблема для мужа, которая характерна больше для мужчин, это тоже какая-то наша общекультурная проблема. Часто люди, мужчины, которые хотят соблазнить женщину, они не знают, как ее соблазнить. Единственный способ – это потратить на нее деньги, вроде бы как купить, получается, да. То есть, в чем суть такого акта? Вы поверили женщине в ресторан, вы потратили на нее деньги, она почувствовала себя должной, и потом из чувства долга она с вами там или видится дальше, или занимается сексом. На самом деле, эта стратегия как раз очень проигрышная, если вы хотите, чтобы женщина действительно воспылала к вам желанием. Потому что, если вы ставите человека в позицию должника, это тоже перекрывает влечение. Даже если вы нравились изначально человеку, а потом вы ему что-то дали, так сказать, в долг, ну, а часто по ходу в ресторан – это есть давание что-то в долг, потому что мужчина потом ожидает чего-то в ответ, да. И если человек чувствует, что что-то вас взял в долг, и теперь он должен с вами общаться не потому, что он хочет, а потому что есть этот долг, это уже тоже будет общение не обоюдное, не взаимное, не будет этого притяжения с двух сторон, и, соответственно, тоже это будет не так в кайф. Поэтому я рекомендую, если вы соблазняете женщину, конечно, мужчина может водить женщину в ресторан, женщина может пригласить мужчину, вы можете делать все, что хотите. Только в том случае, если вы понимаете, что вы потом не будете требовать ничего взамен и ждать ничего взамен. То есть это некое, вы понимаете, да, я хочу с этим человеком провести вечер в ресторане, я готов за это заплатить деньги или готова заплатить деньги. Важно тоже быть самоосознанным и понимать, сколько вам не жалко на это потратить денег, чтобы вы могли легко с этими деньгами расстаться. И вы тогда тратите эти деньги, предполагая, что вы это делаете для себя, да, не ожидая потом никакого ответа. Если вы понимаете, что, ну, вы все равно будете ждать ответ, вы все равно будете потом чего-то требовать от женщины, лучше не везти в ресторан, лучше не ставить человека в позицию должностования, потому что, опять-таки, вы будете этого человека отталкивать. Обычно от тех, кто нам дал в долг, мы склонны, что прятаться, да, не сильно хочется с ними дальше общаться, поэтому тоже учитывайте этот момент. Эта стратегия не работает, да. Она отлично женщину, может быть, заставляет с вами общаться, но сексуальнее вы для женщины в этот момент не становитесь. Ну и наоборот, мужчина, наверное, который сделал какой-то подарок женщине или там потратил какие-то деньги на их совместное время в рождении и легко с этим расстался, и ничего не ждет, и не давит, и не напрягает, это как раз действует наоборот, потому что щедрость – это тоже достаточно сексапильное качество, да, сексуально-привлекательное. И женщина как раз потом к такому мужчине больше тянет. Ну, кстати говоря, вообще тоже еще такая подсказка для мужчин. Мы уже с вами говорили о том, чтобы не форсировать события, не торопить. Вот тоже, наверное, более характерна форма для мужчин постараться, возможно, потому что мужчины легче возбуждаются, физиологически легче возбуждаться. Возможно, потому что исторически есть такой контекст, когда женщины не сильно выбирали, и просто уже там за тысячелетия уже в женском сверхсознании сложилось ощущение такого осторожности по отношению к мужчинам. Поэтому женщины дольше открываются, да, у них процесс возбуждения проходит дольше. Ну и физиологически, я думаю, что тоже возбуждаются женщины дольше, чем мужчины. И это нужно иметь в виду. И, в принципе, мужчина, который, знаете, как, тоже есть терпение у него, чтобы соблазнить женщину до состояния, когда женщина сама уже не может, да, наверное, это женщина в таком состоянии, конечно же, самая вкусная, секс самый классный, самый волшебный и так далее. То есть для мужчин такая рекомендация – уметь женщину томить, дотомить до состояния, когда она уже сама вас просит о сексе, да, тогда это будет, оно вкусный секс. Хорошо, друзья. Ну, можно, конечно, знаете, как каждый человек, если он достаточно самокритичен, он всегда может в себе, если он научился делать работу над ошибками, как я уже говорила, это очень важно. Если вы, были у вас какие-то негармоничные отношения, негармоничные соблазнения, цените эти ситуации, наоборот, не расстраивайтесь, а радуйтесь, что они у вас были, потому что это драгоценный материал для анализа. Вы всегда можете проанализировать эти отношения, вы всегда можете проанализировать, что было не так. Я даже рекомендую сделать такую технику всем, независимо от того, хотите ли вы сейчас кого-то соблазнить или нет. Вообще, очень полезно бывает вспомнить всех людей, которые вас привлекали сексуально, и вы пытались этих людей соблазнить. И даже если у вас всё получилось, или не получилось, это ещё лучше, вы можете сесть и подумать про каждого человека, проанализировать каждую отдельно ситуацию, «А что нужно было сделать по-другому?» «А что вы делали не так?» «А как на самом деле этого человека нужно было соблазнять?» Вы поймёте, что, возможно, уже какие-то вещи вы понимаете лучше, чем понимали когда-то, и вели вы себя уже сейчас не так, как вели себя 10 лет назад. Вы стали изощрённее в сексуальном общении, вы стали более целостной личностью, более интересной, более приятной, более уверенной в себе и так далее. И вы понимаете, что нужно делать по-другому, соответственно, у вас больше шансов общаться с людьми, вызывать взаимный интерес, получать удовольствие. То есть очень важно уметь анализировать свой предыдущий опыт. Особенно для тех людей, которые, как я уже сказала, привыкли к тому, что у них всё легко получается. Таким людям сложнее анализировать свой опыт, потому что им вообще сложнее признать свои ошибки. Но, тем не менее, эта практика хороша для всех. Хорошо, друзья. Что ещё мне хочется сказать перед тем, как я перейду к ответам на вопросы? Тоже, наверное, очень важный момент. Наверное, добавлю всё-таки по поводу того, что не нужно делать, и потом перейду к заключению. Я много дала рекомендаций мужчинам, не хочу ещё дать рекомендацию женщинам, тоже у нас в культуре есть некоторая мифологема, в рамках которой женщина вроде бы как должна устроиться в этой жизни за счёт мужчины. И эта мифологема, она, конечно, родилась, потому что, возможно, раньше в прошлом женщинам действительно было сложно самим о себе позаботиться, у них просто не было возможности, и общество было так устроено, что женщина никак не могла себе заработать на жизнь. Поэтому ей приходилось действительно, наверное, искать мужчин, как-то приторговать своей сексуальностью, чем женщина была сексуальна, тем больше у неё было шансов найти мужчину с деньгами и так далее. Сейчас некоторые люди продолжают это делать, но мир давно поменялся, и, конечно, сейчас это уже совсем не актуально. И такая форма, на самом деле, достаточно вредна для нашей чувственной сферы, для нашей сексуальности. Почему? Потому что, если женщина, ну вот, все курсы «Соблазни миллионера», да, как соблазнить миллионера, они предполагают, что женщина хочет зацепить мужчину не того, который её возбуждает, с которым она хочет безумно сексом заниматься, а того, который ей в чём-то пригодится, будет выгоден, порешает её какие-то часто денежные вопросы. И, конечно, такая форма, если вы делаете... Вам нужно понимать, что если вы пытаетесь найти мужчину не для удовольствия, а для какой-то выгоды, вам всё равно придётся чем-то расплачиваться, но вы лишаетесь удовольствия. То есть, скорее всего, вам будет некайфово, потому что расплачиваться за ту самую поддержку, за деньги, да, вам придётся тем, что вы будете делать не то, что вам хочется, а то, что хочется мужчине. Часто эти желания могут не совпадать. Ну и вообще, изначально, если вы кого-то соблазняете, и у вас корыстные мотивы, то есть вы хотите с этим человеком не для удовольствия быть, а для каких-то скрытых мотивов, для какой-то выгоды, это всегда чувствуется. И человек может на вас отреагировать, человек может соблазниться, он может захотеть с вами быть, жить, заниматься сексом, даже даст себя использовать, так как вы там планировали, но этот человек тоже будет вас использовать. И часто такие отношения, они переходят в какие-то сферу потребительских, а не чувственного удовольствия. То есть люди не получают друг от друга удовольствия, а скорее всего, этот использовал, этот получил что-то одно, вторую использовал партнера, получил что-то другое. То есть это как некоторая, знаете, торговля, да, ты мне одно, я тебе взамен другое, но зачастую в таких отношениях, конечно, желания людей не важны, более того, между ними на самом деле не может и не быть настоящего натяжения. И если вы хотите, чтобы у вас в отношениях с людьми, которые вам нравятся, были как раз переживания кайфа, удовольствия, какие-то чувственные, сексуальные переживания, лучше всегда отталкиваться от своих желаний и, знаете, как завязывать такое общение, такие отношения и соблазнения только с теми, кто вам на самом деле нравится, только с теми, с кем вы хотите общаться, чтобы получать удовольствие и не пытайтесь таких людей использовать. Почему? Потому что никто не любит быть использованным. Да, если вы хотите понравиться человеку, но вы его соблазняете, а на самом деле там втихаря про себя строите какие-то планы, так, а я тут хочу, чтобы он на мне женился или там еще что-то и не говорите об этом человеку, вынашивайте какие-то хитрые планы. Это чувствуется. Если вы не думаете, что это не чувствуете, не чувствуется, поставьте себя на место такого человека и представьте, что вас кто-то соблазняет, но втихаря строит на вас какие-то планы, хочет вас использовать в каком-то, в своем, в каких-то своих делах, которые вам не нужны, вам не интересны. Почувствуете вы это или нет? Почувствуете. Может быть, вы не поймете, что происходит, но, скорее всего, вам захочется держаться такого человека подальше, вы не будете ему доверять, вы будете испытывать к нему агрессию, скорее всего, может быть, даже не будете понимать, почему, но он будет вас злить, бесить и так далее. То есть, в принципе, опять-таки, это не очень хороший способ вызвать в человеке взаимное желание, пытаться его использовать. Хорошо, друзья. И напоследок я хотела бы еще рассказать о том, что флирт и соблазнение, это для меня, по крайней мере, это полноценное переживание, полноценное удовольствие, полноценная часть жизни, которая со многими людьми не заканчивается сексом. Со многими людьми, с которыми вы флиртуете, к примеру, вы чувствуете к человеку симпатию, она может никогда не перерасти в страсть, но вам хочется флиртовать с такими людьми, потому что флирт – это тоже сексуальное общение, это тоже обмен сексуальной энергией, это общение с людьми, которые вам симпатичны, как сексуальные объекты, но, возможно, вы к ним или еще не чувствуете страсти, или никогда не почувствуете, но вам нравятся такие люди, вы чувствуете к ним симпатию, и флиртовать – это прекрасно, это приятно, и иногда, знаете, хороший флирт бывает намного лучше плохого секса. Поэтому я всем желаю иметь в жизни побольше флирта, побольше вот таких игр каких-то интересных, тонких, интригующих соблазнений, которые не обязательно должны чем-то даже закончиться, которые будут вам приятны только процессом, которые запомнятся вам как самодостаточное переживание. То есть не недооценивайте этот формат общения, он очень важен. Почему? Потому что нас многие люди на самом деле привлекают как сексуальные объекты. Далеко не со всеми нам хочется заниматься сексом. То есть когда мы соблазняем человека, скорее всего, мы уже хотим от него чего-то более, более близкого какого-то общения, мы хотим или секса, или еще, может, не секса, но мы понимаем, что в эту сторону нас уже тянет. Часто флиртовать нам хочется с людьми, которые нам просто нравятся. И тоже очень важно не пытаться из флирта обязательно потом, знаете, как поставить человека в какое-то долженствование. К примеру, с вами человек пофлиртовал, и вы теперь, вам он тоже понравился, и вы теперь понимаете, ну все, теперь человек мне что-то должен, да, или он должен дальше меня на свидание приглашать, или она должна приглашать на свидание. Часто люди боятся флиртовать, потому что им кажется, что потом они уже этим что-то обещают. На самом деле флирт – это не обещание. Конечно, может быть, кто-то так флиртует, что это выглядит как обещание, но по сути, когда мы флиртуем с людьми, тоже постарайтесь относиться к этому легко, непринужденно, и получать удовольствие от процесса, и понимать, что флирт не обязательно должен во что-то перерасти. То есть, знаете, как есть люди, с которыми, допустим, там у вас есть 100 знакомых, 50 из этих, половина из этих людей вас привлекает как сексуальные объекты, вам нравятся как сексуальные объекты. Хотите вы, возможно, там пятерых из этих 50, а остальные вам симпатичны, интересны, влекут. Как вы общаетесь с этими людьми? С ними как-то хочется общаться, хочется как-то выражать свою симпатию, свое влечение. Вот такое общение и такую возможность дает общение, такое общение как флирт. То есть мы поулыбались, поделали комплименты, выразили друг другу, ты мне нравишься, ты мне тоже нравишься. Получили удовольствие от этой транзакции. Может быть, флирт с человеком мимолетным, которого вы только встретили, познакомились, вам понравились друг другу, пофлиртовались друг с другом. Это уже сделало вашу жизнь ярче, веселее. Да, вы себе пошли дальше по своим делам. Может, вы никогда этого человека не увидите, но удовольствие вы получили от общения. Это вас наполнило, сделало ваш день, к примеру. Вы знаете, я хочу сказать вам, что я переехала в Канаду, и с моей жизни флирт исчез на некоторое время. Надеюсь, не навсегда. Ну, возможно, потому что здесь другая немножко культура, здесь очень не принято флиртовать друг с другом. Очень много тем этого сексуального харассмента, все очень аккуратно относятся друг к другу, и сексуальные энергии стараются, знаете, как не расплёскиваться нигде. Поэтому здесь и мало мест, и мало людей, которые открыты, настроены на флирт. Но трёхлетнее отсутствие флирта в моей жизни позволило мне понять, насколько это важно. Казалось бы, просто флирт, да, просто вот лёгкое общение с людьми, какой-то небольшой обмен сексуальной энергии. И уже, когда есть такое общение в нашей жизни, мы уже чувствуем себя живее, мы чувствуем себя моложе. Мне иногда кажется, что я без флирта просто, знаете, как превращаюсь в прах потихоньку, потому что, ну, он как-то оживляет всё-таки. Общение сексуальное, повторюсь, это не обязательно должен быть секс. Это настолько много разных форматов этого общения, но оно делает нашу жизнь, конечно, намного краше, да, если его нет. Жизнь скучнее, это факт, человек стареет гораздо быстрее, когда у него нет сексуального общения в жизни. Чувствует себя старее, выглядит старее, дряглее, дряблее, как-то меньше радости, меньше огня в глазах и так далее. Ну, и жизнь не так наполнена. Поэтому постарайтесь не недооценивать этот аспект нашей жизни. Человеку даны прекрасные такие возможности от природы испытывать огромный спектр различных сексуальных переживаний. Нам нужно себя, ну, знаете, как не сдерживать, нужно учиться, нужно воспитывать в себе какую-то культуру сексуального общения для того, чтобы получать удовольствие друг от друга, чтобы уметь понравиться, соблазнить людей, флиртовать с ними, чтобы наполнять свою жизнь вот такими переживаниями. Хорошо, друзья, и давайте теперь перейдем к вопросам. Я уже увидела здесь много вопросов интересных, на которые мне хотелось бы ответить. Итак, вопрос, как искать пути соблазнения, если опыта мало в вариантах соблазнения? Ну, скажем так, к сожалению, никаких гайденсов, никаких инструкций вы не найдете, просто потому что эта тема в нашей культуре как-то не покрыта. Наверное, в европейской культуре эта тема более исследована, особенно, наверное, во французской культуре, да. Но где мы можем узнать, что можно сделать? Наверное, нигде. На тренинги, которые есть в интернете, рассчитывать не приходится, как я уже сказала, потому что там часто учат к совершенно противоположным вещам. То есть, наверное, самый лучший источник – это вы сами. Для этого нужно сесть и подумать, да, или сидеть и думать достаточно много. Постарайтесь подходить к этому процессу креативно. То есть представьте, что вам нужно создать, придумать что-то новое совершенно, да, какие-то варианты, как взаимодействовать с человеком. Конечно, вы можете опираться на внешние источники информации. Допустим, есть фильмы, в которых некоторые формы показаны прикольно. Их немного, но есть. И если вы, простите, где-то смотрели фильм или читали книгу, в которой вам понравился, как действовал герой или героиня, вы можете попробовать делать точно так же. Можете проанализировать своих друзей, особенно тех, кто, вы понимаете, обладает качествами привлекательности и легко получается общаться с людьми в сексуальном аспекте, да, легко соблазнять, легко привлекать в себе внимание этих людей. Проанализируйте таких друзей, подумайте, что эти друзья делают, в чем их фишечка, да, чем они нравятся другим людям. Можно учиться у людей, которые вас окружают. Это тоже факт. Часто бывает такое, что вы пошли куда-то, неважно, на учебу, на какие-то курсы, в какую-то новую компанию, и встретили там человека, который вам нравится, как модель поведения. Может, не сексуально нравится, а как модель поведения. Не упускайте никогда в жизни таких людей. Постарайтесь на всех этих людей смотреть, как на ваших неосознанных учителей, и прям учиться думать, а как бы этот человек сделал, а что в этом человеке прикольного, а что этот человек делает по-другому, не так, как я. То есть вот можете просто смотреть вокруг. На самом деле в мире много привлекательных людей, и всегда можно подсмотреть, что как делать. Если совсем нет таких людей в вашем окружении, и совсем нигде их искать, тогда проявляйте творчество и пробуйте. Тоже, если вы понимаете, что вы только обучаетесь к этому процессу, вы должны быть готовы к тому, что будут провалы, но вы на этих провалах будете учиться. Допустим, вы попробовали вот так, попробовали не сразу на свидание пригласить, а вначале улыбнуться человеку и уйти. Потом на следующий день еще раз улыбнуться, потом на следующий день сделать комплимент и ничего не ждать в ответ. И уйти. Вызвали в человеке уже какой-то интерес. Знаете, чем больше человек как-то проявляется, но ничего от вас в этот момент не требует, тем он интереснее и привлекательнее. Потом подарили букет цветов и ушли, и тоже ничего не ждете, и даже на свидание не пригласили. Или придумали какое-то интересное совместное времяпрепровождение. Ну, ходить в ресторан, это немножко скучновато, на самом деле. Это место, где можно пообщаться, выпить алкоголь, расслабиться. Часто люди используют алкоголь, чтобы расслабиться. Это окей тоже, но придумайте что-то нестандартное, обычное. Можно человека повезти, подумайте, а что бы... Или там неизначально спросите, что всегда человек хотел сделать. Или наоборот, что вы хотели всегда сделать. Может, вам хоть вы придумаете и пригласите девушку на свидание покататься на каяках, а не пойти в ресторан. Неизвестно, что ее больше привлечет, что больше понравится. Ну, опять-таки, будьте нестандартны, да, и всегда пробуйте прислушаться к человеку и к себе. Чего хочется вам, чего хочется человеку. Вопрос на следующий. Что делать, если мужчина не любит активных женщин? Как, тем не менее, проявить свой интерес, чтобы не спугнуть? Ну, да, это отдельный вопрос, очень сложный. И вообще, я хотела вам сказать, что это, наверное, для женщин такая рекомендация, на что обращать внимание, что иметь в виду. Часто женщины более эмоциональны, чем мужчины. И часто женщина, накал страстей у женщины, если она захотела мужчину, очень большой и, может быть, даже больше, чем тот накал, который мужчина испытывает и даже вообще в состоянии испытать в своей жизни. И как раз часто эмоциональные женщины, их очень привлекают менее эмоциональные мужчины. Тоже, и часто женщина, которая не воспылали такой же страстью в ответ, она расстраивается, пробивается, обижается, потому что ей кажется, что она недостаточно хороша. И важно в такой ситуации, опять-таки, достаточно здраво оценить происходящее и понять, а вообще этот мужчина может ли он, способен ли он на такие сильные эмоции. Потому что, действительно, это факт, мужчины менее эмоциональны. И часто они, ну, кто-то более эмоционален из мужчин, кто-то менее эмоционален. Если вы влюбились, да, или захотели неэмоциональному мужчину, не ждите от него таких ярких и острых эмоций, которые вы испытываете к нему. Возможно, мужчина вас хочет, но он выражает свое увлечение, или вы ему нравитесь, но он его выражает совсем не так, как вы, и никогда не выразит его в варианте такой страсти. Это не значит, что вы недостаточно хороши. Это значит, что вам попался человек другого психотипа, менее эмоционален, более сдержан. Но вернемся к вопросу. Что делать, если мужчину напрягает активность женщины? Да, бывает такая проблема. Особенно это, кстати, напрягает не сильно эмоциональных мужчин. Что их активное проявление женщины воспринимается, ими воспринимается активное проявление женщины, как какое-то давление, как требовательность. И они чувствуют себя примерно так, что эта женщина от меня чего-то хочет, а я не могу ей этого дать, да, я этого не чувствую. И, конечно, такие мужчины начинают избегать женщину, пытаются как-то проигнорировать, перестать общаться, что тоже неприятно. Поэтому, да, если вы поняли, что такого мужчину напрягает активность, нужно учиться эту активность не проявлять. Но, опять-таки, что такое активность? Это могут быть комплименты, да, вы там слишком много мужчине рассказываете, как вы его хотите. Это могут быть предложения. Вы там все время предлагаете этому человеку что-то пойти, что-то поделать, или там заняться сексом предлагаете. То есть это какие-то активные предложения, что-то сделать, что вам хочется. Проанализируйте, что вы делаете, какую активность вы проявляете, с какой активностью человек, скажем так, напрягается. Возможно, комплименты человека не напрягают. Но его напрягает предложение все время с вашей стороны что-то сделать. Значит, вы понимаете, хорошо, я как-то хочу проявляться к этому человеку, комплименты делать окей, предлагать ничего не нужно. Конечно, для такой женщины просто необходимо качество терпения и умение контролировать себя. Если вы не умеете себя контролировать и не умеете ждать, то, скорее всего, у вас ничего не получится с таким мужчиной. Потому что зачастую, если нельзя проявлять активность, приходится ждать, и часто такое соблазнение занимает время. Нужно сразу приготовиться к тому, что это будет долго. И как раз наоборот, научиться кайфовать от процесса, не пытаться мужчину поторопить, ждать, не ждать от него ничего. И не делать определенно то, что его напрягает, что ему не нравится. Опять-таки, если хочется что-то предложить, ну, знаете, как, бывают ситуации, когда вы понимаете, вообще ничего нельзя мужчине предложить. То есть вы можете что-то ему писать, общаться и ждать, пока мужчина предложит сам. Это единственный бывает вариант. Бывает вариант, когда вы находите, что предложить, но что-то, что мужчину не напряжёт. Возможно, не секс, возможно, не свидание, а предложить что-то другое, что он не воспримет как домогание. Будьте творческими личностями, да, пытайтесь, пытайтесь, опять-таки, чем больше вы открыты на человека, чем больше вы пытаетесь его понять, почувствовать, тем больше вы найдёте вариантов, как же всё-таки можно с этим человеком общаться. Но какие-то всегда способы есть, потому что если вы человеку нравитесь, то хоть что-то ему должно быть приятно с вашей стороны. Просто часто проблема как раз не в активности в таких ситуациях, а проблема в том, что нет терпения. Женщине хочется сразу от этого мужчины получить взаимность, но, как правило, с таким мужчиной взаимность сразу не возникает. Не возникает ответное сильное желание. Нужно ждать, нужно общаться по чуть-чуть, не форсировать события, ждать, пока мужчина предложит сам. Следующий вопрос, как быть, если натяжение обоюдное есть, хочется его ещё дочувствовать, а мужчины говорят прямо или ведут себя так, я не буду во всё это играть, что мы в детском саду договорились и пошли заниматься сексом. То есть наоборот, когда мужчина немножечко поддавливает, предыдущий вопрос был о том, если женщина проявляет активность, которая воспринимается как давление, а здесь мужчина, который подторапливает сексом. Друзья, ну, конечно, нужно учиться всё равно не делать ещё под давлением. То есть если вам мужчина нравится, но вы хотите с ним пофлиртовать, вы хотите, чтобы у вас влечение, скажем так, усилилось, чтобы натяжение между вами усилилось, придумайте, придумайте, как этого человека завлечь. Ну, конечно, иногда бывает просто достаточно уметь сказать нет, сказать всё как есть, да, вот честно, признаться, проговорить. Я, ты мне нравишься, я чувствую увлечение, но я не чувствую сейчас ещё прям страсти, поэтому я не хочу секса сейчас, да. То есть тоже такое право у вас должно быть сказать, если вы так чувствуете. Если вы понимаете, что такие слова человека всё равно обидят, пробуйте этого человека, наоборот, соблазнять на свой флирт, да, не его путём пойти, но и не заставить его идти вашим путём, а соблазнить его на ваш путь, на вашу игру. Как это сделать? Нужно думать. То есть нет какого-то конкретного рецепта, да, всё зависит от мужчины. А для того, чтобы понять, как этого мужчину вовлечь в свою игру, нужно много думать о том, что это за человек, что бы ему могло привлечь, что бы ему могло понравиться. Ну, опять-таки, бывают ситуации, когда вообще очень важно уметь, наверное, искренне проговорить всё, что вы чувствуете. Если вы понимаете, что вы не можете человеку донести какие-то свои переживания, не можете... он вас не чувствует, и вам не хочется делать того, на что нет энергии, да, и часто самый простой вариант – просто как-то искренне поговорить и рассказать всё, как есть. Но не предъявлять это в качестве претензии, да, а по сути поделиться своими чувствами, позволить человеку понять вас глубже, проэмпатировать, да. Если человек почувствует, что действительно происходит у вас внутри, он не будет на вас давить. То есть, скорее всего, если он вас подторапливает, он не имеет представления о том, что вы сейчас чувствуете, что происходит у вас внутри, и сам прочувствовать не может, но не у всех есть эмпатия. Поэтому нужно позволить человеку, помочь человеку проэмпатировать себя. Хорошо, друзья. Ещё хотела вам сказать по поводу, вот когда мы общались про активных женщин и давление, я вообще вспомнила тоже важный вот один момент, который хотела осветить. Чем сильнее желание у человека к другому человеку, чем сильнее влечение, чем сильнее страсть, вообще тем сложнее себя контролировать. И тем больше шансов, что такой человек начнёт давить партнёра, потому что когда вам хочется человека, ну, знаете, как человек просто нравится, да, вы ещё не сгораете от страсти, тогда общаться легче, конечно, в плане каком. Вы адекватнее себя ведёте, да, вы лучше контролируете, вы лучше чувствуете себя и человека, вы никого никуда не подторапливаете. И зачастую такой человек как раз, он вообще неприятней. И бывает проблема у тех людей, которые очень страстные, и, допустим, человека накрыло страсть. Он очень хочет в стороне, может спать, есть. И это как раз та ситуация, когда как раз нужно себя очень сильно контролировать, потому что, скорее всего, вы, если желание очень сильное, ну, и оно не взаимное, конечно, если оно взаимное, то хорошо, люди тогда просто набросились друг на друга, и оба счастливы, да. Если же желание не взаимное, то есть вы изнемогаете от желания к партнёру, а он не изнемогает пока ещё от такого желания в вашу сторону. Конечно, может быть такая ситуация, что вы начнёте, знаете, как бросаться на партнёра с голодными глазами, и зачастую, конечно, это тоже отпугивает людей. Поэтому часто сильное желание для того, чтобы оно не разрушило потенциальное общение, потенциальное влечение, которое может к вам возникнуть. В таких ситуациях нужно держать себя в руках, нужно контролировать, нужно понимать, да, я страстный человек. Опять-таки, если вы достаточно самокритичны к себе, по отношению к себе, да, вы можете признаться себе в том, что проанализировали свою жизнь и поняли, что когда меня накрывают страстью, да, я начинаю на людей набрасываться, ничего не могу с тобой поделать. И что потом происходит в основном? Люди шарахаются, да, наверное, больше всего, зачастую шарахаются. То есть вы понимаете, что если вас сильно накрывают страстью, да, вам нужно себя контролировать, нужно выводить эту энергию порционно на человека, нужно не отпугнуть человека своей страстью, нужно проявлять, возможно, 10% от этой страсти или даже 5% для того, чтобы человека завлечь, а не наоборот, оттолкнуть от себя. Поэтому у людей, которые склонны и способны, это прекрасно на самом деле, сильное переживание, сильное увеличение желания. То есть я думаю, что это большое счастье, если вы способны это испытывать. Но часто бывает такая проблема, что вы в процессе этой сильной страсти не можете держать себя в руках. Так вот, да, важно научиться держать себя в руках, ничего не поделаешь, других путей нет. Следующий вопрос. Как искать разные пути, формы, примеры флирта, соблазнения? Ага, это мы читали этот вопрос уже. Что если соблазняют женаты? Желание взаимное, но мысли о жене, чтобы я чувствовала на месте жены и последствиях. Вознагновение желания больше останавливают. Спасибо. Ну, да, вопрос с людьми, у которых есть уже отношения. С некоторыми людьми, у которых есть отношения, скорее всего, это можно их отнести к разряду тех желаний, которые, может быть, не будут реализованы. Почему? Потому что разные бывают ситуации. В одной ситуации, вы понимаете, у мужчины есть отношения какие-то, да, там, стабильная семья, жена и так далее, или партнёк постоянный. И вас это не парит. То есть вы ничего не хотите, знаете, как, не хотите перетянуть этого партнёра, не хотите разрушить их отношения, не хотите замкнуть этого партнёра на себе, не хотите стать главнее, чем его постоянный партнёр, не хотите, не имеете никаких скрытых мотивов, да, и вы понимаете, что, в принципе, вы никак вообще не лезете в жизнь этих людей, у вас есть с этим человеком какие-то свои какие-то отношения, какое-то своё переживание, и вы на этом переживании сконцентрированы, даже не думаете, да, никогда про его семью. Это как бы тот вариант, когда возможно, наверное, да, иметь что-то прожить приятное с человеком. Но если, допустим, вас этот вопрос парит всё-таки, да, если он вам не безразличен, если вы чувствуете себя на месте жены, вы не хотели бы оказаться на месте жены, опять же-таки, если вы понимаете, что вы сами ревнивый человек, да, и вопрос хороший, да, если вы, как бы, на месте это хотели бы, не хотели бы оказаться на месте жены, то, наверное, здраво, и не становиться тем, не вести себя так, как бы вы не хотели, чтобы вели себя другие люди по отношению к вам, да, потому что даже если вы начнёте какие-то отношения с таким человеком, но всё равно вас будет всё время изданимать чувство вины, вам будет от этого неприятно, вы, возможно, больше будете страдать, чем получать удовольствие, да, но и, скорее всего, это удовольствие тоже будет подпорчено, и если вы своими отношениями портите жизнь ещё кому-то, то, конечно, счастливы от этого не будете. То есть мы стараемся по возможности получать удовольствие, не портить жизнь другим людям. Поэтому, если вы понимаете, что вам, честно себе признались, вам не безразлично, вам не хотелось бы так делать, лучше не делать, тогда просто отнесите этого мужчину в разряд желаний, которые не могут быть реализованы. Так. Ну, что ещё хочу сказать, да, что всё опять-таки зависит, я так прям однозначно ответила, наверное, бывают разные ситуации, всё зависит от силы вашего желания. Я думаю, что у вас должен быть выбор, у каждого человека должен быть выбор. Допустим, бывает ситуация, вы так влюбились, вот вы понимаете, что это желание для вас, если вы его не реализуете, вам хана, вас ничего больше в жизни радовать не будет. Вы понимаете, что даже страдающий партнёр, всё равно вы готовы мучиться чувством вины, вы готовы пойти на это, вы готовы на что угодно, но желание настолько сильное к человеку. Тогда да, вы, наверное, можете осознанно выбрать. Хорошо, я выбираю всё равно идти путём реализации этого желания, но готов потом иметь проблемы, последствия, разгребаться с этими последствиями и так далее. как-то пытаться потом всё-таки помириться со всеми, да, там, порешать, ну и как можно минимально других людей обижать при этом. Но если вы себя спросили, вы понимаете, что желание есть, но вот вы как-то не хотите нести на себе всю эту, весь этот груз, да, а вон у вас есть, то, соответственно, лучше его не нести, конечно. Хорошо. Ага, мне пишут, что ходили ко мне на танцы, очень приятно, очень рада тоже, что тесный мир, да, люди вот так вот случайно попадают, попали на лекцию. Хорошо, друзья, пишите ещё вопросы. У нас, в принципе, время уже закончилось, но если хочется ещё что-то обсудить, какую-то тему, я думаю, что мы можем ещё пару минут обсудить. Или вопросов больше нет, если вопросов больше нет. Минуточку ещё буквально подожду. Хорошо. Ну, я думаю, если вопросов нет, тогда мы будем на этом заканчивать, будем прощаться. Друзья, я всем желаю быть желанными, быть любимыми, нравятся людям, да, быть искренними в своих желаниях, научиться получать удовольствие от сексуального общения, научиться, знаете, как разукрасить, скрасить, разнообразить свою жизнь сексуальными переживаниями и быть, знаете, как чувствовать себя свободными, чувствовать себя всегда привлекательными. Ну, может, не то, чтобы всегда, но как минимум, когда вам кто-то нравится, чувствовать себя привлекательными, уметь соблазнить, уметь получить удовольствие и не забывайте о том, что нельзя отказываться от этого аспекта нашей жизни. Если вы перестаёте флиртовать, перестаёте соблазнять, перестаёте общаться с людьми, перестаёте чувствовать, жизнь, конечно, становится намного беднее и неинтереснее. Тогда в жизни остаётся, ну, много чего, конечно, остаётся, но без этого аспекта жизнь, конечно, намного беднее, это факт. Спасибо большое, друзья. Вижу ваши сообщения. Очень рада всех видеть. Очень рада, что присоединились, кто хотел, послушали лекцию. Надеюсь, что-то вам пригодится из этой информации, будет полезно в вашей жизни. И я хочу вам сказать, что завтра вас ждёт ещё одна интересная лекция с Юлией Ярошенко, с моей любимой, дорогой партнёром и основателем тоже проекта SexProster. Юлией сейчас, наверное, Юлия Зенченко у нас. Была Ярошенко ещё некоторое время. И Юля будет общаться с профессиональным гинекологом, репродуктологом Инной Мороз, тоже международным специалистом, женщиной, которая много лет прожила в Канаде. Как и я сейчас тоже начинаю жить в Канаде. И вернулась в Украину. И, скажем так, такой канадско-украинский специалист. Завтра они тоже будут обсуждать очень интересную тему. И вообще, я желаю вам быть открытыми на новую информацию. Искать сейчас, в принципе, в мире как-то тема секса, слава Богу, уже не так табуирована. Есть хорошие лекции, есть хорошие преподаватели. Люди относятся к этому уже более гармонично. Все более Sex Positive сегодня, да, на сегодняшний день. То есть у нас сейчас как раз такое время, когда есть возможность, наконец, всем получать от этого удовольствия. Чего я всем желаю. Хорошо, друзья. Спасибо огромное. Всех обнимаю. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok